Между Италией и Францией растет новый кале. Сотни мигрантов в лагере города Вентимилья каждую ночь пытаются пересечь границу. Проблема небольшого итальянского городка принимает огромные масштабы. Только на этой неделе корабли береговой охраны доставили на берег больше 10 тысяч нелегалов, большинство из которых намерены любой ценой продолжить дорогу на север. Рассказывает Юлия Гончар. День в этом лагере – время ждать. Ждать ночи, чтобы в который раз попытаться бежать. Здесь каждый надеется пересечь границу. Незамеченным. С наступлением темноты кровати пустеют, мигранты уходят в горы, чтобы многочисленными тоннелями выйти ко французскому городу Ментона. Но дается это лишь единицам. Полиция всякий раз возвращает беглецов в Италию. Хасан родом из Судана. Пять лет назад он уехал из дома, но во Францию попасть так и не смог. Это наша восьмая попытка. У меня врожденная травма ноги. Поэтому куда бы мы ни шли, полиция всякий раз нас находит и возвращает обратно. Магди тоже бежал из Судана. В январе. Проделав путь через Чад, Нигер и Ливию, он пересек Италию и добрался до Вентимильи. Семьи. Наши семьи в Судане сейчас страдают. Они не могут отправить нам денег. Это мы должны им помогать. Все это очень сложно. Здесь мы просто теряем время. Так оно и есть. Мы теряем время и зря тратим свою жизнь. Местные жители в меру собственных сил стараются помочь мигрантам. Священник Церкви Святого Антония никому не отказывает, разместив за лето 80 человек. Некоторым удалось пересечь границу, достичь своей цели. Но многих вернули назад и не один раз. Не различая при этом мужчин, женщин, детей, всех отправляли назад. Есть у нас и несовершеннолетние, которых тоже поймали и вернули в Италию. Ситуация очень сложная. Очень сложная с человеческой точки зрения. Французская полиция границу контролирует очень тщательно. Проверяет каждого, кто пытается ее пересечь. Полторы тысячи мигрантов задержаны здесь только за последнюю неделю. Из них 94% были вынуждены вернуться в Италию. Мигранты должны просить убежища в стране прибытия, говорит Дублинское соглашение. Франция пользуется этой нормой. Но в лагере Вентимилии никто не сдается. Нерегалы снова ждут наступления ночи в нескольких километрах от мечты.